Бензопилой по Волжскому льду в Чубаксарах приступили к обустройству крещенских купелей. В этом году усилены меры безопасности. Вероника Павлова расскажет, о чем не стоит забывать желающим окнуться в ледяную прорубь. Это для летчиков погода нелетная. Специалистам, орудующим бензопилой по льду, приходится и в метели работать. До крещения считанной дни нужно успеть подготовить купеля. Мало вырезать прорубь, ее необходимо оборудовать, чтобы обезопасить купающихся. А желающих окунуться в Волжскую воду возле Свято-Троицкого мужского монастыря ожидают немало. Глубина на данном участке 1 метр 40 сантиметров, но с установкой клетий для купелей самих, там глубина будет метр двадцать. Здесь, по городу Чубаксар. Для комфорта горожан подходы к купелям оборудуют деревянным настилом, а после купания можно будет отогреться в теплых палатках. Помещение для переодевания также подготовят, но самый главный подарок жителям республики в этом году преподнесла зима. В этом году лед прочный. По данным МЧС, толщина льда составляет 45 сантиметров. Это, к слову, в два раза больше, чем в прошлом году. Тогда из-за того, что лед был тонкий, людей купелям пропускали по очереди. В этом году дистанцию тоже придется соблюсти, только уже причина другая. В условиях пандемии, коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор рекомендует все-таки соблюдать социальную дистанцию. Именно при купании сотрудник МВД будет следить за пропускным режимом. И особое внимание обращается все-таки на масочный режим в местах обогрева. Это в местах, где именно люди переодеваются, это палатки, помещения, какие приспособлены для этого случая. Специалисты считают, что в раздевалках высокоопасность заражения вирусом, поэтому пренебрегать рекомендациями Роспотребнадзора не стоит. Хотя возле купелья будут дежурить медики, людям с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы и повышенным давлением от крещенских купаний советуют отказаться. А для тех, кто и морально, и физически готов окунуться в холодную воду, по республике оборудуют около 200 купелей. 56 из них на водных объектах. В понедельник все они пройдут комиссионную проверку и только после этого доступ к купелям откроют. А это значит, что уже вечером 18 января все желающие смогут окунуться в освещенную воду.